Пару лет назад ты делал утверждение на подобной лекции, что есть перспективы у трёхмерной отрисовки, которую мы видели в первый день, кажется. Перспективы у аниме Экзелла? Я вчера сидел, там было так клёво, там вот две трети зала сидели и все так смотрели заворожены, прям вот тишина была и слышно было, как кто-то храпит. Вопрос я на всякий случай скажу громко про перспективы использования трёхмерки в анимации, причём трёхмерки не в качестве помощи аниматорам, а в качестве самостоятельного вредительного средства. В частности имеется в виду селлшейдинг, который многие видели в фильме «Персерк», там его на самом деле далеко не так много, как принято считать. Там очень большое количество, очень высокого качества анимации. Вот я, извини, я начал отвечать. Да-да-да, ну потому что «Персерк» это самый подходящий пример, вот из свежего, действительно, ну процентов, наверное, сорок, мне кажется, анимации там трёхмерная. Да, вот эти все батальные сцены, когда армия на армию осаждают крепости или там, когда камера куда-то отлетает от персонажей подальше, они сразу же становятся трёхмерными. И вначале, когда он этого вот Бадзуса или как там этого большого дядьку заваливает, большой дядька трёхмерный, и все на заднем плане тоже такие трёхмерные, стоят и говорят «О-о-о, какой ты крутой гац!» А гац такой рисованный, говорю «Превосходство новой графики!» Но нет, конечно, 3D будет использоваться всё шире и шире. Мне кажется, что то, что вот два года назад мы об этом говорили, последние как бы релизы всё это только подтверждают. Всё чаще и чаще в аниме на заднем плане ходят не там, не силуэты человечков, как в пингвин-драме, а какие-то трёхмерные люди, которые, в общем, ещё приходится приглядываться, чтобы разобраться, они всё-таки руками нарисованы или это 3D-модели. Ну, я не примену, на самом деле, ещё добавить, что тот фильм, который вы видели, первый фильм «Берсерка», это всё-таки технологический уровень примерно трёхлетней давности. Они не стали выпускать первый фильм до того, как более-менее была завершена работа над третьим, для того, чтобы выпустить их все в течение года, чтобы не успело развеяться внимание зрителя. В третьем фильме с графикой всё ещё лучше, причём настолько лучше, что, вот, честное слово, поверхность 12-моделом очень круто. Там ещё больше пропаганды гомосексуализма, где-то убийства и трёхмерной графики. Но, тут надо сказать, что студия «Четыре градуса», они же, в общем, собаку съели на 3D-графике, они начинали этим заниматься примерно тогда же, когда и студия «Гонза», да, то есть это середина 90-х. Такая разница в результате. Да, 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 да. «Гонза» были первыми, 4C пошли немножко следом, но у них, во-первых, был Майкл Айриас, который, он не только режиссёр фильма «Железобетон», «Тэгон Кинкри», да, он ещё и по его основной специальности, он специалист по 3D-графике. И, собственно, вот всё, что «Четыре градуса» делали, работы «Код зимы ремонта», все вот эти вещи, это как раз были такие эксперименты по развитию 3D в анимации. В отличие от «Гонза», да, у которой сейчас, вроде бы, она снова начинает вставать на ноги после финансовой катастрофы, ну, вы смотрели же, наверное, «Ласт Экзайл» Киньоку Норфаму, да, вот второй сезон «Ласт Экзайла», там они сделали интересный очень, они оставили всё 3D на уровне 2004 года, когда выходил первый сезон. Ну, это, скорее всего, не расписка «Гонза» в том, что они, в общем, ничего не умеют, ничем не научились с тех пор. Просто, скорее всего, для того, чтобы продавать два сезона в пакете, и чтобы они были как-то всё-таки визуально стыковались друг с другом, они приняли такое решение оставить 3D именно на прежнем таком, ну, немножко уже по сегодняшним дням схематичном уровне. А ещё какие-нибудь вопросы? Сколько осталось? Ну, последний раз, когда я подходил, было 3 минуты. Я хочу ещё сказать, что… Меньше минуты. …что хорошо есть, хорошего есть у студии 4C, чего нет, у студии «Гонза». Они делают большое количество технологических демок под видом короткометражных фильмов. И рекламы. И рекламы. В том числе «Четвёрка смертечков», которая была в Genius Party, которую можно было увидеть на ночь аниме. Это был пилотный проект, который они делали на том пакете, который потом использовался для создания «Берсека». Ну, опять же, да, и вот вся их реклама, которую раньше делал «Маримот», и сейчас «Маримот» ушёл, основал собственную студию, но, в общем, кадры в 4C ещё остались. И Алекс Лапшин говорит нам своё приветственное слово. Я уже приветствовал зрителей. Нет, прощальное слово всё равно не буду говорить. На самом деле, винить можно только компанию Apple, которая делает какие-то идиотские периферии на ВВА. Спасибо.